Перед нашей молитвой я предложу место Писания, книга пророка Иеремии, 2 глава, будем читать с 11 стиха. Иеремия 2, 11. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб, или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынью. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя Твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога Твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Осирию, чтобы пить воду из реки Ее? Накажет тебя нечестие Твое, и отступничество Твое обличит Тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога Твоего, и страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Такой большой отрывок мы прочитали. Это слова, которые Иеремия говорил Израилю. И тема этого отрывка – это отступление от Господа. Почему я решил прочитать этот отрывок сегодня? Потому что характеристика того времени, в котором мы живем, как Церковь, тоже сказано, что будет прежде отступление. Прежде, чем придет Господь, будет отступление в народе Божьем. И сегодня, вот смотря поверхностным взглядом, можно подумать, что наоборот, Церковь довольно-таки успешна, она распространяется и умножается. Но мы должны понимать, какую ценою это может происходить. Могут быть многие компромиссы, могут использоваться многие методы для того, чтобы наполнить дома молитвой, чтобы как-то привлечь людей. И сегодня мы то тут, то там наблюдаем, что появляется что-то новое, с чем приходится бороться, что-то, вот что приходится обсуждать, и что приходится отвергать и отказываться от этого. И когда мы смотрим на Израиль, то первые слова, которые мы прочитали, Господь говорит, «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает». И вот здесь Господь говорит, «Израиль переменил Бога на других каких-то богов, которые не боги». Или, говоря другими словами, на идолов. Идолов, которые окружали их соседних народах. И может быть, эта тема нам покажется неуместной, потому что все-таки времена Нового Завета и речь об идолах, когда заходит, казалось бы, но это осталось уже до Христа. Но давайте вспомним несколько мест Священного Писания в Новом Завете. Мы читаем такие слова, «Убегайте, идолопоклонство», которые говорит апостол Павел. Или один текст, на котором хочу остановиться, давайте его прочитаем, это 1 Иоанна, 5 глава, 20-21 стихи. Там написано так, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов». Итак, мы видим, Иоанн здесь говорит, что Бог истинный, есть Бог истинный, это Иисус Христос. Несколько раз он повторяет, что это Бог истинный. Почему? Потому что речь перед этим шла и о других вещах, которые могут быть предметом поклонения и занимать место истинного Бога в нашем сердце. И суть в том, что, во-первых, это идет обращение к народу Божьему. Это не просто обращение к людям, не знающим Бога, к язычникам, но это обращение к народу Божьему. И порой в нашей жизни бывает так, что есть какой-то предмет или вещь, или занятие, которое мы не называем Богом, мы не называем Его идолом, но вот то отношение к Нему, оно действительно является таким, что оно является, ну, как будто бы нашей нуждой. Одно из определений, что такое идол, это страстное правящее желание, ставшее нуждой. Страстное правящее желание, ставшее нуждой. То есть человек, если мы возьмем применительно к нашему собранию, вот допустим сегодня, почему многих нет сейчас? Наверняка у кого-то есть какое-то занятие или вот какой-то предмет, который человек вот так его любит или так в нем нуждается, что ради него он отказался, чтобы сегодня быть на этом месте. Возможно, это болезнь. Возможно, это даже настроение. Ну вот нет настроения. Возможно, это какая-то поездка. Возможно, это просто усталость. И это могут быть разные вещи. Однажды братья посетили одного члена церкви, который в последнее время просто пропускал собрание, и он сидел, лежал на диване, смотрел телевизор. Братья посетили его и начали разговор на тему о том, что Господь должен быть на первом месте, что в жизни верующего могут быть идолы определенные. Он говорит, братья, у меня нет никаких идолов. У меня нет никаких идолов, ничего не занимает место Бога в моей жизни. Братья и решили показать ему и сказали, выйди-ка на минутку из своей комнаты. И вот они забрали, когда он вышел, пульт от телевизора и положили на его диван другие вещи. И вот когда он зашел, вернулся, он все понял. Он все понял, и вместе они помолились. Брат понял свое заблуждение. Знаете, когда мы противостоем вот этим страстным желаниям в нашей жизни, каждый знает сам, что нам мешает служить Господу, то у этого предмета или явления, у этого идола может быть две реакции. Если мы серьезно решили противостать этому в нашей жизни, это будет две реакции. Или этот идол уйдет из нашей жизни, или он убежит, исчезнет, или он будет агрессивно атаковать нас в духовном смысле. Может быть, мы интересовались повадками такого животного, как енот. Знаете, у енота есть интересная особенность, если какая-то опасность его подстерегает, то он притворяется, как бы становится недвижимым и решает, принимает решение. То ли ему убежать с этого места, то ли же, если опасность очень серьезная, у него может быть вторая реакция, это агрессия. Он начинает нападать. Из такого спокойного зверя он превращается в агрессивного. Я думаю, каждый из нас, кто вел вот такую борьбу, серьезную борьбу против такого идола, когда то или иное явление в нашей жизни, оно возникает, то мы наблюдали эти реакции. Если мы серьезно противостоим, то либо из нашей жизни уходит этот идол, либо же он так противостоит, что эта борьба, она просто ожесточается и накаляется до предела. И тогда приходится усиленно молиться, читать Слово, пребывать в посте, но в конце концов, Господь дает победу. И наше служение, оно становится более посвященным. И какие есть советы, которые Слово Божье дает нам? Ну вот тут то место, которое мы прочитали, 1 Иоанна 5 глава, 20 стих. Там Иоанн говорит, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Знаете, когда я читал это место раньше, как-то не обращал внимания, вот фраза «Допознаем Бога истинного». Можно было так подумать, что это действие, которое нужно совершить один раз, и вот познал Господа, и потом ты уже готов Ему служить посвященно. Но когда немножко исследовал глубже, это действие, оно продолжительное. Оно продолжительное, которое должно происходить постоянно. Другими словами, мы можем перевести вот так вот, «Допознаем, допознаем Бога истинного». И если, и пока мы Его познаем и пребываем в Иисусе Христе, вот тогда мы храним себя от идола. Как только мы перестаем это делать, то дом остается пустым, и это место старается занять враг душ человеческих, отвоевать какую-то часть территории. Иными словами, нам нужно прилепиться к Господу, прикипеть, буквально прикипеть к Нему. И познавая Его в своей жизни, через Слово Божие, мы все более и более наращиваем вот эти связи и прилепляемся к нашему Господу. Один брат, который как-то его пригласили, он был миссионером, и, по-моему, сейчас совершает миссионерское служение, его пригласили на молитвенный завтрак. Там были послы НАТО. И были послы разных стран, и вы понимаете, там были представители разных культур. И у них у всех были свои культуры, религии, у многих были, и, соответственно, были свои боги, свои идолы, как мы сейчас говорим. И вот брату предоставили возможность сказать речь, и попросили его говорить на определенную тему об абсолюте, об истине, как вот об абсолютной истине. И, знаете, перед ним стал такой вопрос, как это сделать так, чтобы и вот в окружении этих всех представителей разных культур, у которых свои боги, свои идолы, как так сказать, чтобы действительно показать, что истина в Иисусе Христе. И он сказал так. Он предложил подумать о четырех фундаментальных понятиях, которые есть в большинстве культур, наверное, в каждой культуре. Это зло, это любовь, это прощение, и это справедливость. Зло, любовь, прощение, и справедливость. И каждый попытался для себя дать определение этим понятиям, фундаментальным понятиям. Потом он задал просто один вопрос. Где все эти четыре фундаментальных понятия, они сходятся? На это было только одно место. Это гора Голгофы. И на ней, в лице Иисуса Христа, была явлена и Божья справедливость, и Божья любовь. Там было наказано зло, и явлено прощение для каждого жителя земли. И поэтому апостол Иоанн говорит нам сегодня, что мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. В Иисусе Христе мы блажены с вами и счастливы, то, что нам открыта Божья истина. Истина, к которой мы можем прилепляться, познавать Иисуса Христа. И познавая это активно, постоянно, таким образом мы будем хранить себя от идолов. Таким образом мы будем иметь от Господа силу и любовь к Его Слову, к Нему самому, чтобы, невзирая на различные моменты, явления, предметы, которые в нашу жизнь постоянно вторгаются, но то, что принадлежит Господу, оно всегда будет на первом месте. И если это будет собрание, это будет собрание. Если это будет исследование Слова Божьего, то ничто его не заместит. Если это молитва, это будет время для молитвы. И так далее, и так далее. И в это последнее время нам важно проверять себя, потому что эта тема актуальна. Дети, храните себя от идолов, избегайте идолопоклонства, чтобы в нашей жизни не было других источников воды, как вот мы прочитали у Иеремии. Это река Нила, это река Васирии, но Господь говорит, я источник воды живой. Израиль были периоды, когда оставляли. Сегодня Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Будем же постоянно пребывать у этого источника, черпать из него, пить из него и пребывать в Иисусе Христе. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.